Житель Нью-Йорка, по ошибке отсидевший в тюрьме 15 лет, получит компенсацию в 3 миллиона долларов. Житель Нью-Йорка Джабар Каллинс из-за ошибочного постановления суда вынужден был провести за решеткой 15 лет. В четверг он заключил внесудебное соглашение с прокуратурой штата Нью-Йорк, в соответствии с которым получит компенсацию в размере 3 миллиона долларов. В 1994 году Каллинс, которому сейчас 42-го года, был арестован по подозрению в убийстве бруклинского раввина с целью ограбления. Американец сразу заявил детективам, что произошла ошибка, в момент совершения преступления он находился у себя дома. Однако на суде выступили двое свидетелей, которые заявили, что якобы видели, как Каллинс покидал место преступления. В итоге присяжные признали мужчину виновным, и судья приговорил его к пожизненному заключению. Однако американец не пал духом, он записался в тюремную библиотеку, где начал изучать юриспруденцию. Каллинс потребовал предоставить ему материалы дела и подал несколько апелляций. В итоге ему удалось доказать, что прокуратура заставила свидетелей дать ложные показания. В 2010 году после изучения новых фактов суд признал мужчину невиновным и выпустил на свободу. После этого Каллинс подал иски к властям города и штата Нью-Йорк с требованием выплаты и компенсаций. Власти штата предпочли заключить с ним мировое соглашение, по которому теперь заплатят 3 миллиона долларов, однако город планирует продолжать судиться. 3 миллиона долларов – большие деньги, но это лишь малая часть того, что причитается Каллинсу за годы, проведенные им в тюрьме строгого режима. «Мы уверены, что Нью-Йорку придется выплатить гораздо более крупную компенсацию», заявил адвокат Джаэл Рудин. В США уже были случаи, когда несправедливо осужденные люди получали крупные денежные компенсации. В 2012 году присяжные заседатели в Федеральном суде Чикаго постановили выплатить 32-летнему Садеусу Хименесу компенсацию в размере 25 миллионов долларов. Из-за ошибки суда тот вынужден был провести за решеткой половину жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...